Леша Соболев на связи. Сегодня разберемся от и до, как пользоваться кресельным подъемником. Также дам несколько лайфхаков, чтобы вы не падали с этого подъемника и катались в кайф. Поехали! На кресельном подъемнике мы едем с одной пристегнутой ногой. Это правило действует практически на всех горнолыжках. Если сноуборд будет пристегнут за две ноги и вы поймаете канта на посадке или сходе, это может вывернуть ваши коленочки наизнанку. Когда ты проходишь турникет, лучше сразу держать свободную ногу за задним кантом. Так будет проще контролировать доску, чтобы она ехала прямо. Для этого нам необходимо проделать упражнение скейт или самокат, когда мы свободную ногу держим за задним кантом. Толкаемся ей и продвигаемся вперед. Ставить свободную ногу за передним кантом не советую, так как будет сложнее сохранять прямую траекторию движения сноуборда. Перед посадкой на кресельный подъемник обычно есть турникет. После турникета может быть снег или гусеница. Твоя задача после турникета добраться до зоны посадки. Она обозначена чаще всего знаком или красной палкой, чтобы все были выстроены в один ряд и сели одновременно на свое место. Если при посадке находится гусеница, то она сама тебя дотащит до зоны посадки. Чаще всего после турникета есть небольшой уклон и лучше поставить свободную ногу на сноуборд, вес держать посередине. Таким образом вы поедете прямо и уже потом, толкаясь свободной ногой, доехать до зоны посадки. Это движение также можно отработать на снегу. Толкаемся свободной ногой, а потом ставим ее рядом с задним креплением. Вес держим посередине. Гусеницы бывают двух видов, пластиковая и резиновая. Пластиковая скользит хорошо, а вот резиновая сразу может застопорить сноуборд и ты улетишь вперед. Поэтому при заезде на резиновую гусеницу лучше давить на заднюю ногу. Когда ты садишься на подъемник, смотри за рамкой, которую надо опустить. Если будешь ковырять носу, то она может прилететь тебе по голове. Когда мы сели на подъемник, ставим сноуборд на подставку для ног, едем, чилим, кайфуем. У кресельных подъемников также бывает купол, который можно опустить, если на улице сильный ветер или снег. Самое сложное начинается при исходе с подъемника. Если вам приспичило в туалет, можно воспользоваться экстренным способом. Итак, доезжаем до конца и обычно спуск находится под наклоном, чтобы люди не застаивались на месте. В такой ситуации необходимо свободную ногу поставить на сноуборд рядом с задним креплением с внутренней стороны. И самое главное, вес держать посередине. Бедра немного поворачиваем в сторону движения и толкаемся обеими руками от подъемника. Чаще всего люди падают, потому что не упираются в заднюю ногу и расслабляют ее. Или вообще не ставят свободную ногу на сноуборд и втыкаются ей в снег. Если вы упали, сразу старайтесь встать или отползти, чтобы на вас не наехали другие люди. Та же самая проблема встречается и на бугельном подъемнике, когда не упираетесь в заднюю ногу. После того, как отъехали от подъемника, можно свободной ногой корректировать направление движения, притормаживая о снег. Либо в сторону переднего канта или заднего, в зависимости от направления спуска. Эту часть желательно потренировать перед тем, как лезть на подъемник. Находим склон с небольшим уклоном и ставим свободную ногу рядом с задним креплением. Спускаемся пару метров и для того, чтобы начать поворачивать и притормаживать, убираем ногу в сторону заднего канта, чтобы пятка касалась снега. Точно так же тренируем поворот и торможение передним кантом. Для этого свободную ногу ставим за передний кант и касаемся носком снега. Недостаточно посмотреть это видео 50 раз, чтобы у вас что-то получилось. Необходимо проделывать на горе те подводящие упражнения, которые я даю. Да, иногда это скучно, да, неинтересно, но это надо делать. Вот если 30% людей, которые смотрят этот ролик, проделывают эти упражнения, они 100% меньше падают, больше кайфуют. Если хотите улучшать свою технику катания дальше, спускайтесь вниз в описании к этому видео и получайте доступ ко всем видеоурокам нашей школы. Их больше 100. И еще больше кайфуйте от катания на сноуборде. Ставьте лайки, комментарии пишите, задавайте вопросы, делитесь своими результатами. Получилось или нет совладать с этим кресельным подъемником. С вами был Алексей Соболев. Всем пока и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok